Гордость Белгорода, надежда России. В областном центре одаренным школьникам вручились сертификаты на получение именных стипендий главы администрации. Участниками церемонии стали 100 талантливых и успешных учеников. Наша съемочная группа познакомилась с теми, на кого будут равняться сверстники. Вот он, настоящий звездный час в жизни десятиклассницы Шуховского лицея Белгорода. Кристина Дросс стала стипендиатом мэра впервые. В номинацию «Успех» она отмечена за глубокие знания по разным предметам. От экономики и математики до литературы и права. В последней дисциплине Кристина стала победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. В свою жизнь девушка собирается связать с международным правом. Говорит, у «Успеха» есть несколько слагаемых. Во-первых, я считаю, что самое главное – это твоя личная мотивация. Без трудолюбия ничего никогда не получится. Во-вторых, я считаю, что немаловажно – это то, какие люди будут рядом с тобой. Например, мои родители всегда меня очень сильно поддерживают в любых моих начинаниях. А вот для Вячеслава Суркова это уже третий триумф подряд. Призер Всероссийской Олимпиады школьников по информатике, экономике и математике уверен – званию стипендиата нужно соответствовать. При этом подчеркивает, в покорении новых научных вершин есть свой азарт. Мой успех в этих Олимпиадах в основном в том, что для меня это азартно. И мне хочется заниматься после каждой победы, мне этим хочется заниматься все больше и больше. Вот так виртуозно исполняет полет шмеля Римского-Корсакова Вазген Юсупов. Музыкой юноше занимается четыре года и в этом вполне преуспел. Стипендиат главы администрации Белгорода в номинации «Талант» – лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей инструментальной музыки. О спортивных достижениях Егора Солодовникова можно судить по числу медалей на его груди. Но это, конечно, не все, говорит ученик детской юношеской спортивной школы номер два. Он неоднократный победитель всероссийских и международных соревнований по грэплингу. Занимается единоборствами с шести лет и за это время успел завоевать порядка девяносто наград. Самое титуловое – это чемпионат мира 2017, проходящий в Баку Альзебриджан. Переполнение эмоций, радость. Ну и самое главное – то, что я добился своей цели. Сертификаты на получение персональных стипендий главы администрации Белгорода сегодня получили 100 школьников областного центра. В ходе торжественной церемонии было подчеркнуто, что в 2018 в стране стартовало десятилетие детства. А значит, в ближайшие годы образованию и развитию подрастающего поколения будет уделено особое внимание. В Белгороде эта работа ведется планомерно и приносит результаты. Имена школьников из областного центра звучат и на всероссийском, и на международном уровнях. Из года в год, достигая новых высот, вы прославляете наш любимый Белгород. Город воинской славы, город первого салюта. Мечтайте, изобретайте, стремитесь к непостижимому. Именно вам, молодым инициативным, развивать инновационное направление в экономике, сохранять и приумножать культурное богатство, создавать семьи, растить детей. И в конечном итоге строить белгородское солидарное общество, превращать Белгород в город, в котором хочется жить, трудиться и в дальнейшем его развивать. Вслед за мэром областного центра сертификаты на получение персональных стипендий, одаренным детям вручили первый заместитель главы администрации города по экономике Михаил Савченко, заместитель главы администрации по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева, зампредседателя Белгородского городского совета Лариса Гончарова, руководитель аппарата администрации Владимир Мерзликин. Вместе с ними победителей в каждой профильной номинации поздравили почетные гости. К примеру, спортсменов чествовал чемпион мира по гиревому спорту Олег Дичков. Что можно сказать ребятам? Не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Спорт – это жизнь, это моя работа, это мое хобби, это то, чем я занимаюсь каждый день. Это мне доставляет удовольствие, и я рекомендую этим заниматься всем. Если ваша основная деятельность не спорт, то она обязательно должна быть как способ поддержания хорошей физической формы и вашего здоровья. В этом году 24 юных Таравани получили персональную стипендию мэра Белгорода уже во второй раз, а 14 стипендиатов трижды удостоились такой чести. В течение года школьники будут получать по тысяче рублей. Мы в большей степени акцентируем внимание на том, что это мера морального, прежде всего, стимулирования. Стать стипендиатом главы администрации очень почетно. Сертификат стипендиата затем попадает в портфолио школьника, и он может потом его использовать при поступлении, в том числе, в высшее учебное заведение. Отметим, что персональная стипендия главы администрации Белгорода одаренным детям вручается с 2005 года. Григорий Черепанов, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.